Самое явное мое изменение, что я приехал в Стэнфорд экстравертом, а уехал оттуда импровертом. Залог успешной стратегии – это очень хорошо знать своих конкурентов, что происходит, где какие тренды. Мы верим в партнерство, в технологические, цифровые, взаимовыгодные партнерства. Когда говорят про профессии будущего, я не знаю, какие будут профессии будущего, но я понимаю, какие будут навыки будущего. Отлично, я не приемлю халтуру в работе. Всем привет, это Forbes Capital, я Елена Тафанюк. И сегодня у нас человек с головокружительной карьерой, главный исполнительный директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский. Владимир, здравствуйте. Елена, здравствуйте. Начнем с самого начала, как вы попали в Альфа-Банк. Вы вообще-то пришли, вы руководили розницей ВТБ, которая никогда не была особенно успешной, скажем так, особенно громкой. И тут, значит, вас позвали в крупнейший частный банк. Как это произошло? Тут два вопроса. Один про успех розницы ВТБ, другой про то, как я пришел в Альфу. И я за цифрами розницы ВТБ не слежу уже по понятным причинам пару лет, но когда я следил за цифрами, то по итогам 2017 года ВТБ в розничном бизнесе, это был объединенный Банк Москвы, ВТБ-24, ВТБ в рознице заработал 2 миллиарда долларов чистой прибыли. И возврат на капитал под 30%. То это как угодно можно назвать. Ну, все равно это не была такая громкая история, как Тинькофф, как кто-то еще. Там что-то происходило, но сказать, чтобы это было, гремело. В каждой компании есть свой путь, свои сильные и слабые стороны. А история прихода в Альфу, нет никакой истории. Познакомился с акционерами и как-то договорились. А где вы с ними познакомились? Ну, все банально. У меня есть друг хороший, он хедхантер. И он в какой-то момент, мы с ним обедали, говорит, давай-ка я тебя познакомлю с Фридманом. Я говорю, ты знаешь, не хочется тратить время уважаемого человека, потому что на главу розницы Альфа-банка, ну, просто неинтересно, задача неинтересная. Он говорит, да нет, без обязательств познакомиться, я, может, такую встречу организую. Ну, я говорю, ну, от таких интересных встреч тогда, наверное, не надо отказываться. Вот, и буквально через несколько дней я уже с Михаилом Маратовичем повстречался, потом с Петром Олеговичем Авиным. Вот, и где-то через месяц-полтора мы обо всем договорились. Я слышала другую историю. Интересно, какую? Что все-таки переговоры между Альфой и ВТБ были, и вы в них участвовали. И на этих переговорах вы так понравились акционерам, что они решили, что надо купить вас в ВТБ. Да, у меня есть знакомая моя хорошая, которая говорит, что пустота заполняется всем нехорошим. Вот, наверное, тут столько ходило слухов, и в момент, действительно, когда я пришел в Альфа-банк, они прям активизировались. Нет, я не участвовал ни в каких переговорах, и ни о каких переговорах речи не шло. Все вот так банально. Обед на питерском форуме с другом, через три дня знакомство с акционерами, все. Какой полезный питерский форум для вас оказался. Да, оказался. Действительно так. А как вы думаете, благодаря каким вашим качествам вас тут позвали на такую должность? Ну, это, наверное, надо акционеров спросить. Нет, ну вы как-то, наверное, все-таки оцениваете эту штуку, это решение. У Михаила Маратовича, у него все достаточно четкое видение того, что он хочет от банка, ну и вообще от организации, как инвестор, как акционер. Ну, наверное, как-то он увидел в моих качествах то, что он видел для Альфа-банка. Я не знаю, это вопрос еще раз не ко мне, а к акционерам. Что самое сложное, с чем вам пришлось столкнуться на новом месте? Это в целом достаточно сложная задача. Альфа-банк – крупнейший частный банк в стране. В этом году мы стали уже четвертым по размеру активов. То есть всегда был где-то пятый-шестой, сейчас уже четвертый по размеру активов. В рознице третий по активам, по пассивам, вообще такое очень. Ну, то есть это большая организация со своей историей. Альфа-банку в следующем году 30 лет. Представляете, да? То есть получается, что реально Альфа – это ровесник Российской Федерации современной. И трудно выделить что-то одно, что было сложное. Сколько человек вы уволили после того, как пришли? У меня не было никакой задачи кого-то уволить. Нет. Было пару бизнес-линий, например, людная посттехнология. Знаете, когда в начале 2000-х занимались выдачей кредитов в торговых сетях. Не онлайн посткредитование, когда выдаются кредиты без визита человека, а вот сотрудники банка, мальчики, девочки работают прямо на местах, в магазинах. Эта технология в последние годы стала все менее и менее прибыльной. Посткредиты составляют сейчас в России, по-моему, всего пару процентов от рынка. А после того, как ввели предельную ставку кредитования по СК стране банка, и все макропроденциальные меры стали работать, этот бизнес стал нулевой. То есть роя с учетом кросс-продаж практически отрицательный. И только закрытие этой бизнес-линии означало, к сожалению, 3000 сокращений. Ну, еще топ-менеджмент ушел некоторый. Вы заменили команду. Я не говорил бы таких громких слов, что я там заменил команду. Обновил, да, действительно. К моменту моего выхода несколько ключевых позиций были вакантны. Не было главы HR, не было главы стратегии, например. Не было главы IT. Поэтому действительно пришли новые люди. Часть выросла внутри Альфы, а часть пришла из разных мест. То есть эти люди, вы хотите сказать, уволились еще до вашего прихода? Да. Да, но нет. Ну, я привык за свои слова отвечать. На момент моего прихода не было нескольких ключевых, топовых руководителей в банке. Ну, и правда, это не длительный, не предложительный период было, да, например, полгода, несколько месяцев. Но так или иначе, мне пришлось оперативно искать кандидатов на эти позиции. Хорошо. Перед вами какая сейчас стоит задача? Догнать кого? Сбербанк? Тинькофф? Да нет, слушайте, мы как говорим. Мы строим лучший банк в стране. Все строят лучший банк в стране. Я не уверен. Если вот вписать его в систему координат, вот у нас есть государственные банки, есть некоторое количество, скажем так, меньшее число частных банков каких-то таких, маленьких, но довольно динамичных. Вы сейчас вот с кем пытаетесь конкурировать и кого победить? В России банков все меньше и меньше, но, если честно, ниже двадцатки, тридцатки я никогда не считал, сколько банков их. Сто, двести, триста или четыреста. Сейчас сколько их? Четыреста, наверное, да? Конкуренция концентрируется, уплотняется. И сейчас реально игроков, которые задают вот эту конкуренцию, которые к себе перераспределяют рынок от всех остальных банков, ну, десять, ну, двенадцать. И они разные. Это действительно есть и гос, и не гос, и частные, и универсальные, и только розничные, и более цифровые, и менее цифровые. Ну, вот их десять-двенадцать игроков мы за всеми наблюдаем постоянно. Я вообще считаю, что залог успешной стратегии – это очень хорошо знать своих конкурентов, что происходит, где какие тренды. Совет директоров наш постоянно смотрит, а что с этим банком, а что с этим продуктом, а что здесь происходит. Поэтому какого-то такого одного конкурента нет. Есть вот эта десять, группа десяти, наверное, банков, которые как-то сейчас динамически, динамично двигаются. У нас Сбербанк, Тинькофф довольно модный банк, они все начали строить экосистемы. Вы ярый противник экосистемы. Мне даже кажется, что вы ненавидите это слово. Можете объяснить, почему? Да ну нет, слушайте, экосистема – это же не человек, чтобы ее любить или ненавидеть, тем более. У каждого банка, у каждой вообще компания свой путь. Все имеют право на свое видение. В конце концов, результаты счет на табло определит, чье видение было правильное и более выигрышное. Мы верим в партнерство, в технологические, цифровые, взаимовыгодные партнерства. Не обязательно кого-то покупать, чтобы сделать бизнес вместе. У нас за этот год из таких, которые я помню, партнерств, ну или больше 30 средних и крупных, разных. И с финтехами, и с IT-компаниями, и с ритейловыми бизнесами, и с компанией сферы безопасности – отовсюду. Давайте пример приведу. Ипотека. Сейчас Альфа-банк – третий банк в стране по размерам выдачи ипотеки. Мы в ноябре выдадим, я не знаю, 15, наверное, больше даже миллиардов рублей ипотеки за месяц. Еще год назад Альфа-банк не ставил цель развивать ипотеку. И вот это где-то появилась в конце прошлого года идея такая. Вместо того, чтобы строить какую-то экосистему ипотечную, мы запартнерились с одной компанией, технологической, достаточно гибкой, небольшой стартапом. И сделали с ними одну часть ипотечного конвейера, цифровой кабинет. И с крупной достаточно IT-компанией за три месяца мы сделали, на мой взгляд, одну из самых высокотехнологичных ипотек в России. Так что я вам расскажу еще более интересный пример. Сейчас происходит. Вы знаете наверняка, что крупные банки, многие банки делают своих виртуальных мобильных операторов. Да. Я когда-то тоже этой идеей болел, если честно, не буду скрывать. А многие мобильные операторы при этом делают свои банки. Идея она такая. И в Европе, в принципе, в мире витает, что еще пять лет назад говорили, что мобильные операторы сейчас сожрут все банки. Вот сейчас пока не получается ни то, ни другое. И мы с Билайном вместо того, чтобы делать свой банк, свою виртуальную мобильную компанию, виртуальную мобильную оператору, мы просто сели с Василием Лосаневичем. Мы поговорили и говорим, я не буду делать виртуальную мобильную оператора. Василий решил не делать банк. И мы сделали такой совместный партнерский проект. Сейчас мы там арендовали отдельную площадку, выделили инфраструктуру на двоих. Все расходы на двоих, все доходы на двоих. Сейчас там больше 120 человек. 50 из них фулл-тайм живут там. И пока говорить о каких-то конкретных результатах рано, потому что там проект всего несколько месяцев. Но то, как мы считаем, может выглядеть результат, это многообещающе. Это всяко будет быстрее, чем мне строить свой мобильный оператор внутри экосистемы Альфа-банка, а Василию строить свой банк внутри Билай. Я, честно говоря, вообще не очень понимаю, что такое виртуальный мобильный оператор, зачем он нужен банкам. Ну, дебютная идея давно была такая, что это позволит банковской клиентской базе вынуть сим-карточки и таким образом увеличить, с одной стороны, лояльность клиентов, а с другой стороны, больше получать данных о клиентах. Меня устраивает мой оператор. Зачем мне звонить через Звербанк? По факту, вот так и происходит. Лена абсолютно права, что клиенты... Сейчас мобильная связь, интернет, телефония и так далее стоят уже не так дорого, как это было, там 3-5, тем более 10 лет назад. И это фактор, наличие мобильной связи от банка не является фактором какой-то лояльности и смены банка. Нет. Ну, по крайней мере, то, что я слышу от коллег по цеху, что не получается у виртуальных мобильных операторов тех планов, тех темпов роста, как они планировали 2-3-5 лет назад. То есть вы полагаете, что примерно та же судьба может ожидать и экосистемы? Это все семантика. Что такое экосистема? То есть вы останетесь банком. А скажите, вы останетесь таким же дорогим банком? Вот сейчас, мне кажется, уже проходишь мимо отделения Альфы и уже комиссию снимают за то, что мимо прошло. Нет, 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 это совсем не так. Мы достаточно открыто увидим ценовую политику. Я услышал два вопроса в вашем вопросе. Останетесь ли мы там банком или не банком? Опять же, это все семантика. Сейчас в Альфе работает почти 4,5 тысячи людей, которые так или иначе занимаются изменением процессов, цифровизацией. Это просто программисты, разработчики, аналитики, дата-сайентисты, тестировщики, дизайнеры. Ребята-продуктовики, которые все это создают. 4,5 тысячи это, что называем, такой digital crowd. Мы недавно взяли себе на работу первый раз, появился в банке такая специальность, лингвист-программист. Можете себе представить? Когда говорят про профессии будущего, я не знаю, какие будут профессии будущего, но я понимаю, какие будут навыки будущего. И вот у нас лингвист-программист, в принципе, 4,5 тысячи это почти 20% всего нашего персонала. Это люди, которые меняют банк изнутри. И банк это и банк. Я не думаю, что у каждой крупной цифровой компании есть столько цифровых людей. А по поводу дороговизны, недороговизны, во-первых, клиент решает сам. Во-вторых, в отличие от особенно мелких банков, и банков второго шоу, мы ведем очень прозрачную ценовую политику. То есть у нас ни мелких шрифтов, ничего такого нет. Вы хотите сказать, что про вас такое впечатление складывается, из-за того, что у вас просто нет сносок? Я думаю, что это впечатление складывается от того, что традиционно Альфа-банк — это банк для продвинутого городского населения. Есть такой термин «эффлюент» клиента, средний класс, скажем так. Это ключевой сегмент для нас. Конечно, мы работаем с массовым сегментом и так далее, но в целом в нашей базе «эффлюент» сегмента, обеспеченная клиентская база городского продвинутого населения, больше, чем у других банков. Как вы думаете, из всех платежей в Европе по карточкам россиян, сколько приходится на карточки Альфа-банка? Едут в Европу, в россияне, все, платят там карточками. Какой процент приходится на Альфа-банк этих платежей? Процентов 15. 30%. Каждый третий платеж в Европе — это карточка Альфа-банка. Поэтому это не банк дорогой или дешевый, мы просто банк, мы городской банк, мы банк для более продвинутой, скажем так, публики. Вы говорили, что клиент без смартфона — это не ваш клиент. Вы продолжаете по этой дороге идти и двигаться? Да, безусловно. К тому, что вы заявили, что все со смартфона, даже в отделение не надо заходить, или если зайдешь, то только со смартфона. Вы слышали, наверное, уже термин «фиджитал»? Не слышали еще? Это такая английская аббревиатура, сочетание английского «фиджитала», английского «диджитал», физического, живого, человеческого опыта и цифрового онлайн-опыта. Uber, Airbnb и все вот эти компании, многомиллиардные, которые сейчас стоят, они много миллиардных зарабатывают, они пока мало Uber. Те, которые зарабатывают, те, которые успешны, они нашли вот эту модель, эту новую парадигму. Как я говорю, что «фиджитал» — это новый «диджитал». Не просто «диджитал» опыт. Ты, как Uber, создал прекрасное мобильное приложение. Но потом в комфорте физический человек должен доехать с точки А в точку Б как можно быстрее, желательно дешевле, чтобы в салоне играла хорошая музыка, не пахло, и водитель был вежливый. Это сочетание прекрасного цифрового приложения, опыта с лучшим, прекрасным, приятным человеческим опытом и дает этот рост и Uber, и Booking.com, и Airbnb, и так далее. И то же самое происходит с банками. У нас одно из лучших мобильных приложений на рынке. В принципе, если в App Store зайти и посмотреть, у нас оценка самая высокая для банков в мире. И мы над этим активно работаем. 23 команды разработчиков постоянно делают этот цифровой «диджитал» клиентский опыт. Но есть же и физический мир, и мы проводим постоянно опросы, исследования. 80% клиентов хотят иметь возможность поговорить с живым человеком, прийти в отделение. Они хотят иметь эту возможность, и мы им даем. Но дальше, чтобы этот опыт физически был классный, удобный, такой же быстрый, как клиенты привыкли в онлайне, мы все выводим под капот, все в цифру. И iPhone, смартфон, Samsung, Huawei, я уж не знаю, какие разные телефоны, это смартфон. Это ключ к такому универсальному и цифровому, и физическому, человеческому опыту внутри как минимум отделения, и в работе с колл-центром, и в работе с нашими курьерами, которые доставляют продукты. Конечно, если клиент придет, у него смартфон, и мы его не выгоним. Но тенденция такова, что люди сами хотят. Делать все как можно более безбумажно, как можно более быстро. А внутри отделения оставить время на разговор, на то, чтобы задать вопросы, на то, чтобы в конце концов пообщаться. Наши многие клиенты просто приходят в отделение по пути с работы зайти и пообщаться. Интересно. Вы сами это все придумали, или это была какая-то команда разработчиков вот этой стратегии? Это наш коллектив, наш совет директоров, наши акционеры. Это видение акционеров, это проработка всей топ-команды Альфа-Банка. Мы стратегию утвердили весной, по-моему, в марте. Да, мне просто интересно, кто придумал. Вы? Мы сами, да. Ну, вы сами, а кто? Все-таки акционеры или вы, большая часть? Акционеры имеют свое видение, как я сказал, достаточно четкое. А в рамках этого видения мы принесли такую стратегию, которую совет директоров поддержал, принял с первого раза, надо сказать. С первого раза. Вот я хотела как раз спросить, трудно было? Думать, готовиться трудно. Мы работали всей нашей командой, каждый вносил какую-то свою лепту, я сводил это в единую какую-то картину. Ну, а уже само утверждение прошло достаточно просто. Вы, помнится, мне говорили, что вы восхищаетесь Андреем Костином. Я до сих пор восхищаюсь Андреем Леонидовичем. А что у вас восхищает в нем? Есть ли? Сейчас второй сразу вопрос задам. Есть ли какие-то другие ориентиры, может быть, появились? Я вырос в ВТБ. Я вырос в ВТБ. И как управленец, и как профессионал. И я встретил там несколько человек, которых я могу назвать своими учителями. И последние несколько лет работаю с Андреем Леонидовичем напрямую. Бесценно для меня. Я, да, я уважаю его и восхищаюсь. А вы сейчас с ним как-то общаетесь? Ну, к сожалению, не так часто, как хотелось бы. Вы можете с ним посоветоваться пойти? Вот только в основном так и надо. Когда мне на какой-то совет спросить, я говорю, Леонидович, вот есть вопрос, есть совет. Ну, иногда, когда какой-нибудь там вопрос по ставкам, что на рынке происходит, он может набрать и сказать, Володя, а там что там, ставки куда-то? Ну, к сожалению, я вижусь с ним, общаюсь с ним реже, чем хотелось бы. Он задает вам вопрос, куда движется на ставки на рынке? Ну, да, он может спросить, а что думаешь про ставки? Я говорю, ну, думаю так. Я не думаю, что только мне. Я уверен, что это такое. Так принято. Когда у меня есть вопрос, я могу тоже позвонить нескольким первым лицам других банков, сказать, а что вы думаете, ребята? С одной стороны, конечно, мы конкурируем, с другой стороны, ну, это профессиональная среда, и все держат контакт. В конце концов, знать, что делать, уже не такое большое преимущество, по сравнению с тем, как знать, как это сделать. А в какой степени глава ВТБ влияет на ваше решение сейчас? Ни в какой. Вы достаточно молодой человек. Вы встречали сопротивление в коллективе какое-то? Из-за возраста? Да. О, нет. У нас очень распространена сторона такая, где вот эйджиизм распространен очень, причем в обратную сторону. Типа, ты молодой, слишком выскочка, давай ты это, еще там понюхаешь пороху, потом с тобой поговорим. Нет, ну, фактор, как-то вот, чтобы возраст ничего не мешал, это было совсем давно, в прошлом десятилетии. В Альфе очень сильная культура. Вот та культура, которую 30 лет назад заложили акционеры-основатели, она осязается просто, я уже говорил много раз, она просто физически ее можно осязать, и мы ее называем альфа-ДНК. Еще немножко про вас лично. Вы учились в Стэнфорде? Учился. Что вы оттуда вынесли с собой, главное? Не, ну, самое главное, это, конечно, то, что это прекрасные два года жизни, где мы с моей женой Леной прожили счастливо, у нас там родились двойняшки наши. Вот, это, конечно, самое главное. А если говорить про учебу и вообще про Стэнфорд, то... Профессионально, да. Профессионально, да. То обычно, когда говорят Стэнфордский университет, то сразу что вспоминают? Силиконовую долину, предприниматели, инженеры. И это все правда. На мой взгляд, Стэнфорд в принципе, ну, если не лучший, то один из двух-трех лучших сейчас вузов в мире, ну, а в этих областях так точно лучший. Но лично для меня Стэнфорд, и это интересно, что для моих одноклассников, для многих, он был гораздо больше про такое личностное развитие, про soft skills, мне не хочется какие-то заезженные термины использовать, да, но вот про качества лидерские, личностные. И так получается, видите, что в современном мире, чем он более цифровой, тем большую роль играют люди. Снова кадры решают все. И я не знаю, какие будут, как я уже сегодня сказал, профессии будущего, но навыки будущего, они вот точно там. Это про гибкость, это про взаимодействие, это про креативность, про работу в условиях неопределенности, про сочетание физического и лирического. И для меня Стэнфорд, и для многих моих друзей, он был как раз про эту часть, такая трансформационную, вот прямо скажем. Вот, я как раз хотела спросить, как вы изменились? Потому что я знаю, что вот эти все лидерские программы, это такая история, типа напишите свой самый стыдный секрет в Фейсбуке и посмотрите, что будет. И они, естественно, личность как-то трансформируют. Вы как трансформировались? Что вам это дало? Ну, наверное, самое явное мое изменение, что я приехал в Стэнфорд, экстравертом, а уехал оттуда интровертом. Интересно. Да, вот как-то так случилось. Замкнулись. То есть, это по вас тяжелым катком прошел Стэнфорд? Да нет, нет, это больше про все-таки, про какую-то там, про рефлексию и про чувствовать людей. Такое вот. И это очень практичное образование. То есть, это никакие не лекции, никакие там напишите в Фейсбуке что-то. Выдающийся вуз, выдающаяся история, и профессора, и программа, которая там есть, предельно практичная, предельно современная. К сожалению, туда из России поступают в год единицы, но я всем рекомендую. Давайте к банковскому бизнесу обратно вернемся. Вы чувствуете конкуренцию или давление со стороны государственных банков? Я не могу сказать, что мы чувствуем конкуренцию со стороны госбанков или не госбанков. Как я и сказал, есть... Вы единственный частный банк в этой всей компании? Мы единственный крупный, универсальный частный банк в этой всей компании. Есть еще несколько иностранных игроков, чуть-чуть меньшего размера. Но вот 10-12 игроков, неважно, они гос или не гос, большие или маленькие, они сейчас формируют эту конкуренцию. И то, какой продвинутый клиентский опыт сейчас есть в России, то, насколько продвинутый банковский финансовый рынок в России, во многом, благодаря вот этой конкуренции этих буквально нескольких игроков, которые трансформируются, соревнуются, бегут вот этот вот, этот забег такой. То есть все равно там есть конкуренция. А, вот, недавно Авин в интерьере Остинской собственно говорил, что вот эти, новые, новые государственные банки, открытие, вот вся компания, а, вряд ли их кто-то купит, потому что, ну, иностранцы не будут покупать туда, и непонятно, кому, что там с ним. Вы не смотрите на них, вам это может быть интересно, кто-то из этих банков? Купить такие банки очень трудно, потому что они, они настолько крупные, если вы посмотрите механику, как выглядит возможность покупки, то есть, для того, чтобы купить такой банк, у нас в капитале у любого банка должно быть на размер капитала покупаемый банк, свободный, то есть, это вероятность близка к нулю, к сожалению. Ну, может, какой-то кусочек. А кусочек никому не интересно, то есть, нет, я тут согласен полностью с Петром Олеговичем, что вероятность покупки этих банков в ближайшее время, она стремится к нулю. Ну, и, я принимаю во внимание тот рынок, на котором мы сейчас работаем, IPO этих банков, наверное, более вероятно, но, ну, тоже, тоже не в перспективе двух-трех лет. Вы очень, кстати, быстро растете, и тут ФИЧ недавно написал, что они считают рискован, вот я вспомнила, вы договорили, что они рискованно считают вашу стратегию на быстрый рост не обеспеченного кредитования. Вы как-то согласны с этой оценкой ФИЧ? Вообще не согласны. К чему мотивируете? Мы идем по пути удвоения нашего бизнеса. Вообще, банковский бизнес – это функция масштаба. Расходы растить медленнее, чем растить доходы, чем бизнес растить. Действительно, у нас растет кредитование физических лиц. Но, во-первых, оно растет с низкой базы, на нашу клиентскую базу 250 миллиардов рублей кредитного портфеля, это было, ну, просто ничто. Во-первых, это низкая база. Во-вторых, у нас продвинутые рисковые политики, рисковые модели, работают головастые ребята и полный использователь искусственного интеллекта и внешних источников данных. Мы принимаем решения вполне себе консервативные. В-третьих, ипотека, это тоже драйвер роста, а там риск близкий к 0,2% в полной стоимости риска. В малом бизнесе наш кредитный портфель растет еще быстрее, не знаю, почему на это не обратил никто внимания, чем в розничном бизнесе. В среднем бизнесе примерно такие же темпы роста. Но ведь не только кредитный портфель растет, растет клиентская база. 20, 22, 25% темп роста в год клиентской базы. Сейчас в среднем бизнесе каждый третий клиент в России, каждый третий компаний в среднем бизнесе в России клиент Альфа-банка. Удумайтесь, в среднем бизнесе. В малом бизнесе достоверных цифр нет, но скорее всего мы уже второй банк в России по размеру малого бизнеса. Это, кстати, очень модная стала тема про малый бизнес. Я так понимаю, что она довольно доходная стала вдруг. у нас не только растет кредитный портфель, не только растет клиентская база, у нас растет транзакционный доход. Рост год в году 20% с небольшим процентом. И это говорит о том, что, во-первых, клиенты к нам приходят, а во-вторых, мы все больше для них становимся расчетным, постоянным, каждодневным банком. Вот такие результаты. И мне кажется, сейчас про цифровую трансформацию профессионально говорить могут, ну не знаю, 8 спикеров из 10. И вот все поездили по конференциям, все книжек почитали умных, все взяли тренеров публичных выступлений. И вот как соловьи, все поют про цифровую трансформацию. А реально делать могут единицы. И у нас получается. А кто, кроме вас, еще может делать трансформацию? Как я и сказал, есть 10-12 игроков, которые как-то сейчас двигают конкуренцию. На мой взгляд, так успешно, как мы, цифровой трансформации, ну буквально пару игроков в России идут. Ну кто? Я не хотел бы ни критиковать, вообще у меня правило такое, ни хвалить конкурентов. Тиньков? Время покажет, как я и говорю, главное, в конце концов, это счет на табло. А Тиньков, это все-таки цифровой бизнес или банковский? Банковский, конечно. Ну, давайте так. Может ли любой цифровой банк работать без банковской лицензии? Нет, конечно. Это ответ на ваш вопрос. А вы не думали его купить вообще? Тиньков? Да. Я слышала, он продается. Ну, он всегда продается. Нет, ну, любой предприниматель, любой бизнесмен всегда продает свой бизнес. Вопрос цены. Мы растем в год. У нас за год более чем на 1 миллион активных клиентов проросла клиентская база. Причем настоящих активных клиентов, которые не просто там клиентские записи. Сейчас все жонглируют данными. Нет. Мы говорим про настоящих транзакционно активных клиентов. Плюс 1 миллион, 1 миллион 200 за год. Покупка ни одного цифрового игрока нам не даст такого роста. Такого, который мы путем внутреннего какого-то внутренней трансформации сейчас получаем. Клиенты, мы переспределяем рынок в свою сторону. Мы по стратегии двоение идем уже третий год. Но вы не опасаетесь все-таки кризиса на рынке потребительского кредитования? Все говорят об этом уже какой год, не побоюсь этого слова. Да. И при таком быстром росте не выйдет ли это вам боком? Такой быстрый рост, если вдруг случится кризис? Мы ведем близко к консервативной кредитной политику. И если два года назад мы одобряли 50 с лишним процентов например беззалоговых кредитов, то сейчас цифра находится ниже 40%. То есть мы реально шести клиентам из десяти не выдаем кредит, потому что мы не загоняем семьи в кабалу, потому что это вначале хорошо всем, а в итоге плохо так же и всем и клиенту, и банку. Это раз. Два, ипотека, которая локомотив нашего сейчас роста, близко к нулевому залоговый обеспеченный кредит. Ну и действительно все-таки разные банки имеют разную ситуацию. Закредитовность растет, я думаю, что она уже близка к каким-то историческим показателям, с учетом инфляции, без учета инфляции, можно по-разному на это смотреть. Но пока мы не видим, что происходит какой-то резкий обвал, кризис и все там неплатежи. Нет. Потихоньку, потихоньку, потихоньку снижается, шаг за шагом, процент за процентом платежеспособность населения. В первую очередь страдают нижнемассовые сегменты, банки, которые занимаются потребительским вот этим всеми кредитованием, посткредитованиями. Сильные игроки, цифрово продвинутые игроки, игроки с сильной экспертизой в анализе данных и ипотечные игроки меньше всего будут подвержены этим риском. Потому что я за нас спокоен. Но там же проблема насколько я понимаю в том, что там нету новых качественных заемщиков. Те, кто сейчас приходят за кредитом, это люди приходят перекредитовываться. Тот слой, который хотел взять кредит, он взял. Где вы берете, как вы говорите, по вашим словам, новых качественных заемщиков? Во-первых, действительно, на рынке работает рефинансирование. Но рефинансирование, оно же может так работать. Ты из одного банка переводишь кредит в другой, снижая свой платеж. И таким образом, если клиент из банка какого-то пришел в Альфа, мы его оттуда переманили целиком. При этом, его кредитная нагрузка еще и снизилась. Поэтому для нас абсолютно новый клиент с хорошей платежной дисциплиной. Плюс, все-таки, я бы тут не утрировал, не рисовал бы картины какого-то Мармагеддона, что все там закредитованность. Нет, у нас все еще большая часть населения может брать кредиты, платить по ним дисциплинированно. И так это и происходит. Просто закредитованность по чуть-чуть растет, и качество платежеспособности, качество кредитного портфеля в среднем по системе по чуть-чуть снижается. Вы же отвечаете не только за розницу, вы еще отвечаете за корпоративный бизнес в Альфа-Банке. Да, за розницу, корпоративный бизнес, и за небизнес тоже. За все? За все. Но все просто про это практически забывают и думают, что вы отвечаете только за розницу. Я хочу вас про корпоративный бизнес спросить. Там есть несколько неприятных вопросов, в частности, про товарища Хотина. Вы взыскали, да, его торговый центр или еще нет? Я, если можно, я вот так вот детально не хотел бы отвечать на вопросы. Не потому, что это какой-то секрет или не секрет, а потому, что это работа, она ведется, должна быть решена в интересах всех сторон, и любая внешняя информация, ну, она просто может навредить и повредить. Про Абазова. Вы арестовали его активы в Сингапуре. Сколько он вам должен? Хотите, честно. Я вообще не слежу за этой историей. И то, как это подает пресса, не вполне соответствует реальности, но если я сейчас скажу что-то больше, я просто буду дезинформировать вас, потому что я не слежу за этой историей, совершенно честно вам говорю. Есть еще одна корпоративная история, где Альфа выдала иск консультанту-заемщика. Да. За ней вы следите? Слежу, конечно. В чем идея? Вы думаете, с консультантом можно взыскать долг? Мы считаем, что все должны ответственно относиться к своей работе и к обязательствам. И когда банк на основании отчета консультанта принимает какие-то кредитные решения, то мы исходим из того, что этот отчет профессионален, достоверен. Когда мы на основании этого можем принять решение, которое потом выйдет в дефолт, мы понимаем, что постфактум, что отчет был мягко говоря низкого качества, то тут мы не важно, что там есть или нет, с консультанта взыскать, но мы хотели бы все-таки, чтобы они несли за это ответственность. То есть наказать просто надо? Не наказать. Мы относимся с большим уважением к данному слову и к выполнению обещаний. Это и есть ДНК Альфа, по-моему. Наверное, да. Но я лично халтуру в работе не приемлю. Вот лично я не приемлю халтуру в работе. Тем более, когда это уважаемая структура, тем более, когда это большие финансовые решения. Ну, как так? Вам приводилось кого-то увольнять за халтуру? Да, наверное. Были случаи? Наверное, да. Чтобы лично вызвали, сказали, так, вот ты нахалтурил, давай, пиши заявление. К счастью, я имею возможность всегда формировать команду, с которой работаю. меня мои команды всегда радуют, устраивают, и мы вместе даем результат. Вы не планируете в связи с происходящим в Кипре, там отзывают паспорта, какие-то мероприятия специальные принимают против российских денег, закрыть там свою дочку, и вот вы там открывали. Нет, нет, ну, я думаю, что у каждой истории есть свои объяснения, у кого там какие-то паспорта отзывают, что закрывают. Мы ведем прозрачный бизнес, как это называется, нога, присутствие на Кипре нужно для того, чтобы мы могли делать инвестиционные какие-то сделки определенного рода для наших клиентов. Вот сейчас меня спросили, я первый раз об этом слышу, и раньше даже не думал об этом. Вы там открыли инвестиционную дочку? Ну, да, да, это ровно сделано для того, чтобы мы могли нашим клиентам и крупным корпоративным клиентам, и частным клиентам представлять определенный набор инвестиционных услуг, которые с российской юрисдикцией просто не делаются. История про АСВ и вот всю эту компанию с посаженными полковника. Что за компания? Полковник Черкалин и все прочие. Я, видите, как Шелла Комс. Мы с вами тут внешние наблюдатели абсолютно неожиданны. Когда ему сказали, что как же так, вы не знаете, того композируете, я, говорит, зато знаю картотеку преступника и прочее, что мне помогает работу делать. Я за этим вообще не наблюдал, не следил. Вас вообще это не интересует эта история? Нет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok